Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 августа и сегодня я буду снимать третью часть про заготовку семян. Я сейчас напомню, что было в предыдущих двух. И дополню видео. Одна зрительница сделала замечание, это действительно так, мне нужно было более подробно сказать. Я это все дополню. Я вам напомню сейчас, что было в первых предыдущих. Я показала, как я разрезаю томаты, как выпускаю семена. Вот так вот их маркирую в стаканчики, укладываю в стаканчики и они здесь созревают. Вот видите, падают, это вот вчерашние семена. Те, которые сбродили и созрели уже, они падают на дно. Когда этот процесс закончится, я начинаю промывать. Я показывала, как я промываю вот так через сито. Видите, они становятся чистенькие, без всяких примесей. Потом я их укладываю на газету, на бумагу и ставлю на просушку. Все, на этом мы закончили. И сейчас я буду рассказывать о том, как они высыхают. Сейчас я вот мокрые уберу, а сухие поставлю. Как я их сушу, как я их упаковываю, как лучше это делать. Вот смотрите, вот они высохли. Вот высохли, несколько дней они полежали, они высохли. Но они вот такие, как бывают, что еще такими комочками. Их нужно обязательно вот так вот разделить, чтобы они были... Вы пробуйте, если они сыпучие, такие вот как падают и прям стучат, как эти, как сказать. Когда они мокрые, они не стучат, такого нет звука. Слушайте. Вот видите, они как брякают. Значит, они готовы. Если у вас мало семян, достаточно несколько дней в такой плюсовой температуре, ну вот в комнатной, например, и можно их ссыпать. Но если вы будете делать много семян, вот как у меня, например, вот у меня, если порция такая, партия большая, вот видите, их много, то я после газетки, и вам тоже советую так, после газетки, когда они высохли до сыпучести, сразу не упаковывать их в непроницаемую тару, а еще немного подержать. Я вот у меня неделю, они еще стоят при комнатной температуре, я их просто раскладываю вот так полоточком, и все, они там стоят. Вот по этому методу, который я рассказала, семена получаются чистые вот такие, прям без всяких примесей, хорошие. Видите они какие, как я говорила, такие лохматенькие. Они все однородные, нет темных семян, нет каких-то... Вот как бывает, иногда откроешь пачку, там некоторые зеленоватые, некоторые черноватые, эти получаются вся масса, вот общая масса семян, она вся однородная. Она должна быть одинакового цвета, и вас должно обеспокоить, если, например, семена попадаются темненькие, какие-то бывают, коричневые или что, их, короче, лучше потом выбросить. Они должны быть все одинаковые, такого светлого цвета. Цвета, какой цвет, я не знаю, они вот напоминают, как дрожжи сухие, или как такой цвет, не могу я вам сказать, какой, но вот такой вот, короче. Такой светло-коричневый цвет, и главное, что они должны быть все однородные. Вот видите, все разные сорта, они все одинакового цвета. Они все такого однородного, светлого цвета. Все, высушили вы их, еще раз высушили. Если вы уже уверены, что они совсем сухие, почему я об этом говорю, повторяю много раз, вот эта просушка, это наиболее самый важный этап в получении качественных семян. Если вы упакуете влажные семена, они могут заплесневеть, у них может там даже проснуться зародыш во влажной среде, там будет комфортное такое у него условие, и они могут прорасти и погибнуть. Ну, короче, сушить нужно очень хорошо. Как хранить? Хранят многие по-разному. Я просто вот упаковываю вот в такие мешочки с этими, вот, с замочками, с воздухонепроницаемыми. Они хранятся так очень хорошо, несколько лет, это уже у меня испытано, испробовано. Если у вас мало семян, и вы хотите их на будущий год сразу посеять, вот, например, совсем небольшое количество семянок, положили вот в такой мешочек с замочком, ничего с ними не будет до весны, они прекрасно долежат, но если вы заготовили очень много семян, и хотите всё-таки использовать их в течение многих-многих лет, то некоторые вот до того, как сюда запаковать, в этот, укладывают сначала в бумажный пакетик, а потом уже вот в такой, в целлофановый. Ну, единственное, что, конечно, к ним не должен быть доступ воздуха, и вот эти вот замки, они сейчас очень удобно придуманы, закрываются плотно, там воздуха вообще почти нет, и последний раз я когда положу, я вот так вот ещё выдавлю воздух, выдавлю, закрою вот этот вот замочек, и он будет, видите, как вот, как вакуум, как будто вакуумная упаковка. Вот эти пакетики очень удобны этим. Ну, ещё хочу сказать, что вообще семена томатов хранятся очень долго, можно качественно хранить семена свои, сделанные до 7 лет, они будут прекрасно всходить, качество у них не ухудшается, но, естественно, после 5 лет желательно в стимуляторах перед посевом их обрабатывать, потому что всё-таки они, ну, вот как спят, если очень долго, то их нужно немножко пробудить. Всё, я вот про упаковку рассказала, хранить можно хоть где. Я, конечно, не могу сказать, что вам выносите все на мороз, но я вот скажу вам честно, у меня иногда всю зиму лежат вообще на веранде при температуре минус 20, потом я их сею, качество не ухудшается, но вот последнее время я сделала дома стеллаж для семян, полочку, хранятся дома, и кто боится, что пересылка, рассылка семян должна быть осенью, что зимой они замёрзнут, не замёрзнут. Вот в прошлом году я высылала зимой и в Германию, и в Америку, и во всякие северные районы, иногда письмо идёт 2 недели, где-то там болтается по нашей России, едет на поездах, или где везде минусовая температура. Это никак не сказывается на всхожести. Если семена хорошо просушены, если они хорошо упакованы, они должны быть качественны, и они, для них это, может быть, даже ещё лучше проходят, как бы, вот эту стратификацию при минусовой температуре. Теперь хочу сказать дополнение, которое по комментариям к видео. В прошлом году, когда я снимала видео, и вот говорила про это, про сбраживание, сейчас, подождите, вот у меня вчерашние семена стоят. Для того, чтобы ускорить сбраживание, я иногда вот так помешиваю, потому что бывает, что они вот тут застревают вверху, и никак не могут опасть. Про сроки, сколько держать их вот в таком состоянии в стакане. Одна зрительница написала, что я указала слишком длительный срок, они за это время могут как прорасти или испортиться. Да, действительно, я забыла о том, что все мы живём в разных регионах, у нас у всех разная температура помещений, и при разной температуре они будут вот это, ну как, дозревать. Я теперь вот подумала, и нужно было мне сказать так, что у каждого из вас сроки созревания семян могут быть разные. И мы все помним из школьной программы, что для ускорения химической реакции всегда вот как-то катализатором служит повышенная температура. Ориентируйтесь так, если у вас холодная температура, значит срок созревания вот этого брожения у вас будет больше, и 3, и 4, у меня иногда и 5 дней они лежат, но в каких условиях? Смотрите, вот сейчас у нас август, да, сейчас тепло, они сбраживают очень быстро, но у нас большинство томатов созревает крупноплодных только в сентябре, и в конце сентября, и я когда выбираю вот эти семена в конце сентября, у нас уже очень прохладно, а так как у меня в домашних условиях негде их всех поместить, они иногда у меня стоят, вот эти вот баночки с семенами, и в пустых теплицах, и в предбаннике, и на веранде, там очень холодно, и иногда в течение 2 дней они даже не прокисают, потому что холодно, и они как бы в состоянии, ну как в условиях холодильника стоят, они 2 дня стоят просто вообще, даже у них пена не появляется, потом они понемножку начинают прокисать, сбраживать, этот процесс все равно неизбежен, и вот первое условие, что у вас срок вот этого брожения, и срок созревания, вот опадения на одно, будет зависеть от вашей температуры, от температуры, если вы дома будете готовить, это пройдет все быстрее, если на улице, это будет длиться все медленнее, или если дома холодно у вас, так что лучше всего, ни на какие сроки, которые вам говорят, пишут, или вот даже я сказала, не ориентируйтесь, нужно смотреть, наблюдать на глаз, в каждом случае, это будет по-разному, вот я вчера сделала, у меня видите, у нас жарко, хорошо, у меня почти все семена уже опали, и сегодня вечером, вот эта последняя, там несколько штук опадет, я уже буду их промывать, сделала вчера утром, это значит полтора суток всего лишь, и они все приготовились, еще одно, так как я готовила вот эти семена, сильно спевших томатов, то срок вот этого брожения у вас будет зависеть от спелости томатов, если вы томат выдержали до такой зрелости, что он уже, ну вот прям спелый лопнул, конечно брожение пройдет намного лучше, потому что семена, они уже и так готовы, как эту вот, вот эта вот оболочка-то, как ее называют, ну забыла, вот эта вот желатиновая оболочка, которая вокруг семечки, из-за него же мы делаем, чтобы освободить, очистить, чтобы семя было чистое, и вот когда в переспелых томатах, там эта оболочка, она сама уже почти разложившаяся, и в этом случае, они и бродят быстрее, потому что оно уже само идет все к тому, чтобы перебродить, иногда некоторые люди, вот одна женщина написала, они вообще ждут, когда помидор потечет на блюдце, и потом в этот, в капроновый чулок помещают, и просто промывают, все это вымывают, этот тоже способ имеет место быть, я как я и ответила, что каждый выбирает свой способ, у кого всего одна помидорка, конечно он может в чулочек и промыть, и все, но вот если у меня несколько сортов, вот представьте, даже если вы хотите взять 10-12 сортов, то в чулочки помещать, это будет конечно намного хлопотнее, чем через сито и в стаканчики, в стаканчики проще, потом, значит первое, зависит срок вот этого брожения, от температуры и от зрелости, некоторые спрашивают, можно ли недозрелый, вот который дозаривается томат, брать на семена, я скажу честно, я никогда этого не пробовала, я всегда беру спелые томаты, ну как, вызревают, если зеленый, я стараюсь не брать, потому что все-таки, потом люди будут предъявлять претензии, но вы для себя можете попробовать, и вот я думаю, что когда томат недозрелый, когда он вот дозаривается на окне, он тоже будет, вот это вот сбраживание, отделение, вот это разложение этой оболочки, длиться дольше, тут вы тоже должны смотреть визуально, может быть день, может быть два, может быть три, может быть четыре, может быть он долго будет расслаиваться, вот, еще в дополнение, к тем видео, к первому, я вот хочу сказать, что, еще раз повторить, сроки у вас брожения и созревания семян будут у всех разные, от температуры зависит, от созревания зависит, и вообще зависит, бывает, что семена, они прям раз и сразу опали, отделились, а иногда вот висят, висят, я вот так помешиваю каждый день, и смотрю, вы должны наблюдать сами за своими семенами, если вы видите, что они прям на второй день все опали, отделились, ну и все, значит процесс брожения закончился, еще хочу сказать, не бойтесь, что на поверхности появится, может быть, вот такая белая пленочка, это вот эта пищевая плесень, ничего страшного, это же идет у нас процесс брожения, у нас там перегнивает, вся эта мякоть лишняя, которая попала, все вот эти вот оболочки, которые вокруг семени, ничего страшного, вы его промоете, у вас будут вот такие же чистенькие, крупные семена, все, про закотовку семян мы закончили, сейчас у меня уже спеет болгарский перец, потом еще также подробно расскажу про перец, но с перцем проще, его сильно не мыть, ничего не надо, он же сухой там, не брожение мы не ждем, его просто надо с нормальной головки взять и просушить, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это я закончила цикл видеороликов о том, как заготовить семена правильно, как сделать вот такие хорошие, крупные, чистые семена, и чтобы они на будущий год дали нам хороший урожай, все, желаю всем крепкого здоровья, богатого урожая, я рада, что вы пишете мне комментарии, откликаетесь на все мои такие проблемные ситуации, вот когда перец у меня там сжирали еще что-то, у меня засыхала рассада, я знаю, что мои зрители самые лучшие, спасибо, что смотрите мое видео, что мы общаемся, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok